Привет, с вами канал Hi English, меня зовут Александр. Сегодня мы продолжаем изучать английский язык и мы сегодня рассмотрим Past Simple. В предыдущем уроке мы рассмотрели Past Simple утвердительные предложения. Когда мы делаем утвердительные предложения в прошедшем времени, мы просто добавляем окончание "-иди". Например, мне понравился фильм. I liked the film. Все, у вас готовое предложение в прошедшем времени. Но здесь нужно учитать, что в этом предложении я употребляю глагол like, который является правильным глаголом. Что значит правильный глагол? Это тот глагол, к которому добавляется окончание "-иди". Но есть еще неправильные глаголы, о них мы поговорим позже. Итак, в этом сегодняшнем видео мы рассмотрим Past Simple, но уже не утвердительные предложения, а отрицания и вопросы. Как строятся вопросы и как строятся отрицания. Итак, погнали. Первое. Negative. Negative это отрицание. Negative sentences. We use did not or didn't when we make negatives in the Past Simple. То есть, вам нужно использовать вспомогательный глагол did для построения вопросов или отрицаний Past Simple в прошедшем простом времени. Например, I did not start. Я не начал. Сокращенный вариант будет I didn't start. Ты не начал. You did not start. Сокращенный вариант You didn't start. He didn't start. Он не начал. She didn't start. Она не начала. It didn't start. Он не начался. То есть, например, фильм. It это неживое существо. It didn't start. Или животное. It didn't start. Я могу говорить о фильме. Фильм не начался. It didn't start. We didn't start. Мы не начали. То есть, мы не стартанули, мы не выехали. И так далее. Start это начинаться, но можно перевести как отправляться в путь. They didn't start. Они не начались. Смотрите, в разговорном английском вы будете постоянно употреблять именно didn't. Did not очень редко, когда употребляется. Итак, что это напоминает? Это напоминает present symbol, потому что present symbol, когда вы образуете вопросы или отрицательные предложения, вам нужен вспомогательный глагол или do, или does. И вам нужно думать. Если he, she, it, тогда будет doesn't. Например, она не любит кофе. She doesn't like coffee. Но в прошедшем времени, например, ей не понравился фильм. She didn't like the film. Мы будем употреблять didn't. И независимо от лица. Я не... Мне не понравился фильм. I didn't like the film. Тебе не понравился фильм. You didn't like the film. Ему, ей, не важно. Везде будет вспомогательный глагол didn't. Смотрим на предложение здесь. I didn't start learning English last year. I started this year. То есть, I didn't start. Я не начал. После start мы употребляем глагол с окончанием ing. I didn't start learning English. Я не начал изучение английского last year в прошлом году. Last year это маркер прошедшего времени. То есть, если у вас есть last year, скорее всего, это будет именно past simple. Last year. I started this year. Я начал в этом году. Дальше. Вопросы. Есть несколько видов вопросов. Это yes, no questions. То есть, те вопросы, которые нуждаются в ответе да или нет. Эти вопросы, они имеют rising tone. То есть, восходящая интонация. We use did when we make questions in the past simple. То есть, опять же, для образования вопросов past simple мы используем вспомогательный глагол did. Когда мы ставим did? Куда мы ставим? Где мы ставим we put did? Before. Before означает перед. Before the pronoun. Перед местоимением я, you, he, she, it и так далее. То есть, в начале предложения. Но окончание id мы не добавляем. То есть, уже id не будет. Например, я начал. Did I start? Смотрите. Не started. Иди здесь. Вам не нужно. Did you start? Ты начал? Did he start? Она начала. Did she start? Она начала. Did he start? Он начал. Did it start? Оно началось. Или фильм начался. Did we start? Мы начали. Did they start? Они начали. Смотрите. Иди не ставится. Как в отрицательных предложениях. I didn't start. Я не начал. У меня нет. Иди к глаголу. Я не добавляю. Иди. Так и в вопросительных предложениях. Дальше. Did they arrive yesterday? Это вопрос. Yesterday это маркер по симпу. Прошедшее время. Они приехали вчера. Did they arrive yesterday? Прошедшее время. Вопрос встроен с помощью вспомогательного глагола did. Отрицательное предложение. No. Запятая. They didn't arrive yesterday. Опять вспомогательный глагол didn't. Смотрите. Мы этот didn't никак не переводим. Но мы просто его употребляем. Он обязателен для построения вопроса в прошедшем времени. No. They didn't arrive yesterday. They arrived on Monday. Это утверждение. Мы добавляем иди. То есть иди мы добавляем только в утверждениях. They arrived on Monday. Они приехали в понедельник. Did you finish your homework? Восходящая интонация. Did you finish your homework? Ты закончил свою работу? Домашнюю работу. No. I didn't finish my homework. Нет. Я не закончил домашнюю работу. It was very difficult. Смотрите. Was. Это две слова быть. Глагол быть. Но в прошедшем времени. То есть в настоящем времени я есть I am. Но в прошедшем времени я был. Будет I was. Он был. He was. Она была. She was. Оно было. It was. Мы были. We were. Ты был. You were. И они были. They were. Мы детальнее будем это изучать. It was very difficult. Это было очень сложно. Дальше. Вопросы. Уже не yes, no questions. are WH questions. То есть специальные вопросы. Те вопросы, от которых одним ответом да или нет, а делаться нельзя. Например. When did you start learning English? Когда ты начал изучение английского? When. Вопросительное слово мы ставим. Тут же ставим вспомогательный глагол did для построения вопросов в прошедшем времени. И кто именно? You start learning English. When did you start learning English? Когда ты начал изучение английского? When did you finish your homework? Когда ты закончил свое домашнее задание? Домашнее задание, да. When did you start school? Когда ты начал школу? И ответ. Итак, я думаю, все ясно. Дальше приступаем к выполнению упражнений. Первое упражнение. Change the sentences. Change – это изменить. Измените что нужно изменить? Change the sentences. Измените предложение. Into negative sentences. В отрицательные предложения. Смотрим на первое предложение. Our bus – наш автобус. Our bus arrived – в прошедшем времени. Arrived on time. On time – вовремя. То есть наш автобус прибыл вовремя. Нам нужно сказать в отрицательном. Нам нужно сказать все это предложение отрицательно. Our bus didn't – мы употребляем вспомогательный глагол did. К нему добавляем not. У нас получается didn't. Our bus didn't arrive. И уже не нужно здесь, потому что это отрицание. Our bus didn't arrive on time. Наш автобус не прибыл вовремя. Дальше предложение. Sue found last night. Еще раз. Last night – это такой маркер, который показывает, что действие совершилось в прошлом. Вчера вечером. Дальше. Sue – это имя. Sue found. Sue звонила вчера вечером. Вам нужно сказать, что Sue не звонила вчера вечером. Как вы скажете? Правильно. Sue – вспомогательный глагол did. К нему not. У нас получается didn't. Sue didn't. Напишите found или found. Правильно, found. Потому что иди вы добавляете только в утверждениях. Когда у вас есть did или didn't, иди к глаголу вы не добавляете. Sue didn't found last night. Sue didn't found last night. Maria finished work early yesterday. Maria закончила работу рано вчера. То есть мы скажем, что Maria… Нам нужно сказать, что Maria не закончила работу рано вчера. Опять у нас есть временный маркер. Это yesterday – вчера. Поэтому это будет past simple. Прошедшее время. Maria не закончила. Будет didn't. Didn't – вспомогательный глагол, который мы никак не переводим. Maria didn't finish. 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 Что? Work. Early. Yesterday. Четвертое предложение. The train. Train – это поезд. Stopped. Остановился. Смотрим. Глагол stop. Но у нас перед согласной пи идет гласная о. Одна гласная под ударением. Если у вас перед согласной, конечная согласная идет гласная под ударением, одна, тогда конечная согласная удваивается. Смотрите. Stop. Stopped. Вы добавляете окончание «иди» и удваиваете согласную. The train stopped. Поезд остановился. Остановился at Harry Station. На станции Гарри. На станции Гарри. The train. Вы скажете the train. Отрицательное передражение поэтому didn't. The train didn't. Уже не stopped. Не stopped. А просто stopped. The train didn't stop at Harry's station. The train didn't stop at Harry's station. Следующее передвожение. I wanted. Я хотел. Что сделать? To go to bed. Лечь спать early. Рано. Вам нужно сказать, что я не хотел лечь спать рано. Вы скажете I didn't. I didn't want. I didn't want to go to bed early. I didn't want to go to bed early. Шестое передвожение. Carlos answered my letter. Смотрите. Многие студенты неправильно читают слово answer. Они читают answer. Нет. В она не читает. Она не читается. Carlos answered my letter. Carlos дал ответ на моё письмо. Вам нужно сказать, что Carlos не дал ответа. Carlos didn't answer my letter. Carlos didn't answer my letter. Седьмое передвожение. John invited lots of people to his party. John invite – это приглашать. Иди добавляемо, значит, это прошедшее время. Пригласил lots of people – это множество людей. Lots of people. Lots of people. People – множественное число, поэтому не a lot of people, а lots of people. Потому что people – это существительное во множественном числе. Джон пригласил множество людей куда? To his party, на его вечеринку. Вам нужно сказать. Джон didn't. Didn't. Не пригласил. Didn't. Уже иди пропадает. Invite. Смотрите. Мы добавляли иди. У нас была буковка и. Мы просто добавили иди. Здесь мы иди убираем. Джон didn't invite. Lots of people. People to his party. Следующее, восьмое предложение. The shops opened on Sunday. Магазины. С-очка – это множественное число магазины. Opened – открылись. On Sunday – воскресенье. Нужно сказать, что магазины не открылись в воскресенье. The shops didn't open on Sunday. Девятое предложение. Peter liked his new shoes. То есть, Питеру понравились his – его новые shoes. Ботинки, червяки, shoes. То есть, обувь. Peter liked his new shoes. Нужно сказать, Peter didn't like. Didn't. Didn't like his new shoes. Peter didn't like his new shoes. Такое предложение. Второе упражнение. Change the statements into questions. Нужно поменять. Statements – это утверждение. Affirmative sentences. Утверждение into questions. На вопросы. Смотрим. Team arrived at 2 o'clock. То же самое. Если у нас есть буковка окончания «иди» в утвердительном предложении, то в вопросе она уже исчезает. Смотрите. Нет «иди». Нет «иди». Зато появляется вспомогательный глагол «did». Did team arrive at 2 o'clock. Вы можете просто сказать «at two». Вам нужно обязательно употребить «at». Следующее второе предложение. Sam phoned home. Sam позвонил домой. Вы ставите вопрос. Сначала «did». Did Sam phoned home. Phone и «ди» не будет. Просто «phone». Did Sam phoned home. Sam позвонил домой. Did Sam phoned home. Phone. Phone home. Третье предложение. Helen wanted. Хотела. Что сделать? To make a phone call. Make a phone call. Позвонить. То есть сделать телефонный звонок. Осуществить телефонный звонок. Вам нужно поставить вопрос. Вы спрашиваете. Did Helen. Хотела ли Helen. Did Helen want. Уже «иди» не будет. Просто «want». Did Helen want to make a phone call. Did Helen want to make a phone call. Paul. Paul visited the doctor. То есть Paul пошел к врачу. Мы спрашиваем. Он ходил к врачу. Did Paul. Did Paul. Visit. Visit. The doctor. Did Paul visit the doctor. Это не успеть или проиграть. Did Bill miss the bus. Did Bill miss the bus. Шестое предложение. George walked to school. То есть ходил пешком в школу. Мы спрашиваем. Did George walk to school. Did George walk to school. То есть сначала вы стараетесь сказать вслух предложение, а потом написать. Did George. Врач. Кстати. Смотрите. Мы сейчас делаем эти упражнения. Вы можете сделать скриншот самим. Написать на листочке предположение, как вы считаете нужно сделать. И потом со мной пройтись по каждому предложению. И себя проверить. Вы правильно написали или нет. То есть вы делаете скриншот. Делаете. George walked to school. Пишите. Did George walk to school. И смотрите. Правильно вы написали или нет. Смотрите мое объяснение. Did George walk to school. Иногда пишут. Walked to school. Did George walk to school. Здесь добавляют иди. Понятно, это неправильно. Потому что у нас есть вспомогательный глагол. Did. Следующее седьмое предложение. Jim opened the window. Jim открыл окно. Здесь нет временного маркера. Но все равно иди показывает на то, что действие осуществилось в прошлом. И мы делаем акцент на времени, когда это действие произошло. Мы спрашиваем. Did Jim open the window? Jim открыл окно. Did Jim open the window? Восьмое предложение. Emma helped the teacher. Emma помогла учителю. Emma helped the teacher. Мы спрашиваем. Emma помогла учителю? Did Emma help the teacher? Did Emma help the teacher? И последнее предложение. Alice washed her hair. Alice помыла свои волосы. Мы спрашиваем вопрос. Задаем вопрос. Did Alice? Alice. У нас есть did поэтому просто wash. Did Alice wash her hair? Did she wash her hair? Итак, на сегодня все. Мы с вами рассмотрели вопросы и отрицательные предложения по Simple. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. You have to press the bell notification button. Нажимайте на звоночек. И до новых встреч. Увидимся в следующих видео. До свидания. Пока.